доброе утро я выгуливаю рексу погода шикарная солнышко светит птички поют тепло наконец-то настал тот период когда можно просто поверх домашней одежды накинуть куртку надеть кроссовки и выйти там с собакой прям кайф сегодня наверное пойдем погулять надо обязательно сходить наслаждение лишь оружие проснулся играет с детками всех хорошие настроения мы позавтракали и ждем гостей на обед так что я прибираюсь квартира хорошо выглядела мы вышли на прогулку идем в июнь торговый комплекс артемий хочет машину два дня назад вчера короче и увидел сегодня как не забудет арина полностью заигнорила дневной сон уже три часа она типа проснуться должна была полчаса назад а она даже не заснула ну и мы пошли гулять дальше с нашим гостем гуляли проводили его и пошли на площадку площадке детей много потому что тепло погода хорошая с утра было еще лучше с утра солнышко было сейчас уже нету арина ты залипаешь да что спать надо было в коляске а ты не спишь с горки хочешь пойти скатиться уже коротковат еды в комбинезон штанины рукава нормально штанины короткие надо его убирать хотела я чтоб она еще в ней в нем походила хорошим такой с пушками но все-таки выросла уже за зиму артемий тут лазает пытается отбить арину у ее подружки арина с этой девочкой подружилась каталась пока артемий не пробежал они так хорошо за ручку ходили с этой девочки теперь артемий всеми способами привлекать к себе внимание ревнует мы зашли в пятерочку взять все для плова и не только сразу это огурцом проткну возьми еще пара огурцов для лисер где-то лук должен набирать арина везет тележку здравствуйте можно с вами познакомиться так нам осталось масло тот момент когда выпросила лук ну попробуешь еще еще попробуй больше не хочешь а так просила так кричала что дали ей луковицу тут все для плова у нас ну как и лук вкусный арин вкусный не спящая будешь морковку держи нет похоже уже не хочет у нас тест-драйв новой машинке артемия которую он купил но давай показывай нам класс как сейчас трамплин он видите построил на трамплин на трамплин и на трамплин на трамплин и арина говорит упала главный критик папой тут наблюдаем опять мимо папа ты не умеешь да вот надо целиться а great вам у al herself счастлива да и покажу смотрите какой сложный вон нажимаешь это вперед это назад а А колесо, когда крутишь, это лево-право. Давайте еще попробуем. Давай, последний раз, и мы с папой уходим обратно на кухню плов готовить. Вау, круто. Она не упала, она прыгнула. Ну, это не полная система машинки. Да, прыг, Арина, а ты как прыгаешь? Я был не уверен в машинке, так что полную скорость не включил. Включу так. Хорошо. В последний раз. Арина, давай еще раз прыг. Как ты прыгаешь? Как прыгают твои ножки? Чуть не подальше, подальше. У-у-у, прыг. Упала. Хорошая машинка. Очень шустрая. Ее надо будет на дачу взять. Я хочу показать, где она может ездить. Где? Можно ее, в принципе, и на улицу, но там она запачкается, конечно. Да, она, что вон она и по графе, и по траве, и по песку. И попали на Лему. Так что потом... А что такое гравий? Гравий, камни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас буду делать с вами небольшой unpacking того, что я получила сегодня на пунктах выдачи. Вообще, мы вернулись домой, поиграли с детишками, приготовили ужин, я села за компьютер, и у меня уже реально слипаются глаза, у меня второй день, я говорю, тяжелая игра, вот, но я вышла сейчас поесть, потому что захотелось есть, и сниму вот это, и пойду дальше за ноутбук, потому что надо доделать документы, пока никто не бегает вокруг меня, не кричит, поэтому хотя бы до полуночи я посижу. Кстати, Арина сегодня не спала, дневной сон, в первый раз у нас такой, по-моему, потому что мы пошли, она обычно у меня ложится и спит с пол первого до пол третьего. Поскольку гости были, мы, короче, до половины второго засиделись и пошли гулять, и, ну, я такая, ладно, рискнем, все-таки пойдем, она уснет на прогулке, я такая, ну, сомневаюсь, ну, давайте попробуем. В итоге она не заснула вообще, ни в какую не хотела, мы гуляли, я не знаю, часов до пяти, ну, верно, вернулись домой, а, пол пятого мы пришли, я говорю, давай спать пойдем. Она, нет, нет, все, прям отказалась от меня, убегала, я не стала настаивать, и в итоге я ее уложила пол восьмого на ночной сон, и она так тихо-тихо крепко спит, может, конечно, сейчас проснется, она, знаете, обычно я ее укладываю где-то в девять вечера, и вот она сорок минут поспит, потом крутится-вертится, я прихожу и иду, укладываю, потом она еще часик поспит, снова крутится-вертится. Тут вот с половины восьмого, сейчас десять вечера, она один раз проснулась, ее снова уложила, и при этом она крепко спит, то есть мы рядом сидели, говорили, у меня ноутбук работает, а лишь я разваниваю по телефону, а обычно, знаете, дверь откроешь, и она сразу, а-а-а, и просыпается, а тут ребенка просто вырубила. Мне кажется, может, ей надо дневной сон делать, короче, раз она так, может, она не устает к вечеру. Понятное дело, что мы тут не очень много гуляем, да, на даче, например, у меня дети вообще шикарно спят, но, ну, короче, как-то, как-то не хочет она спать, а укладывать ее позже девяти я тоже не хочу, потому что, во-первых, это неправильно, во-вторых, я хочу иметь личное время. Вот, соответственно, в девять все идут с кровати, потому что мама хочет отдыхать. Надо подумать на тему режима. Вот, сейчас Алишер уехал по делам, да, а я хочу показать, что я купила, там, подарок для Дина в коридоре показывать не буду, потому что, возможно, она смотрит влог. У меня был день рождения не так давно, и я умудрилась это прошляпить, мы с ней как-то разговаривали про то, когда у кого из нас день рождения, и я просто забыла, не записала дату, и поскольку мы еще не очень долго общаемся, я просто забыла, но я решила, что я все равно ее поздравлю, я пару дней придумывала, чтобы подарить, вот, и придумала, потом покажу, когда буду поздравлять. Вот, что еще? Давайте распаковывать. На Яндекс.Маркете я купила жидкую кожу белого цвета, то есть это такой раствор, который можно, вот, как замазка, бутылочка такая, вот, это можно намазать на кожаные изделия для того, чтобы скрыть дефекты. Дефекты я купила для стульев кухонных, у нас, эти стулья, конечно, некрасивые, модные, но, первое, в них забивается грязь, я показывала уже это в своих и влогах, и в других соцсетях, между подушкой и спинкой. То есть вот здесь вот, это их первый минус, сюда забивается грязь, приходится откручивать подушку для того, чтобы вынуть грязь, она прямо под подушку туда залезает, это первый минус. Второй минус, вот эта вот поверхность, вот на том стуле очень сильно поцарапалась, я не знаю от чего, вот я как раз для этого стула эту кожу и купила. И третий минус, один из этих стульев просто тупо, скоро развалится, то есть вот, это он вот так качается, я не знаю, когда он сломается, я не знаю, почему он ломается, там сломался пластик, где крепится ножка и отрывается ножка, вот, поэтому, я даже не знаю. Но, наверное, когда он сломается, мы все равно купим такой же стул для комплекта, но больше я такую модель брать не буду, она оказалась хлипкой и непрактичной, вот, но визуально они мне очень нравятся, это факт, поэтому, в общем, больше такое брать, такие стулья брать не будем, да, в какие-то, при переезде, например, или еще что-то, но, конечно, красиво, красиво, но непрактично. Так, идем дальше. Паильник для Арины, сейчас пошуршу. Взяла точно такую же модель, которая у нее была, и такой же моделью пользовался Артемий, когда был маленький, только, мне кажется, фирма немножко другая, но модель только та же самая. Я просто не помню этого логотипа, в детском мире до этого покупала, сейчас купила на Азоне. Вот такой вот паильник, не проливайка, с трубочкой, которая закрывается вот этой шляпкой. Где наш фиолетовый, который был у Арины, я не знаю, мы его потеряли, к сожалению. Чем мне нравится эта модель? Он очень прочный, много раз падал, ничего не разбилось. Он удобный в плане помыть, залить воду, и он удобный, что вот эта крышечка есть. И он, конечно, чуть-чуть протекает, когда лежит, но чуть-чуть, то есть так ребенок не обливается. И даже Артемий я купила большой такой паильник с трубочкой, потому что тоже не обливался. Это удобно для любого возраста. Так что, помоем, завтра начнем использовать эту без паильника, вообще неудобно. Мне приходится все время покупать воду в магазинах, потому что мы гуляем, долго дети пить хотят. И я не хочу, чтобы у меня дети пили вот из этих пластиковых бутылок, которые мнутся, потому что в любом случае, если пластик манионс, от частички микропластика попадают в воду. Поэтому чем меньше ребенок пьет из пластиковых бутылок, тем лучше. Понятное дело, что это тоже пластик, но это другого качества пластик. Он более экологичный, скажем так. А со стеклом я опыт свой учла, и больше стеклянные паильники детям покупать не буду, потому что они бьются, и это опасно. И так, потом в каре мне дали при покупке духи, в прошлый раз я такие духи отдала маме. В этот раз я поступлю так же, потому что я сейчас парфюмом вообще не пользуюсь, мне не хочется. В каре Артемий купил машинку себе. Я купила резиновые сапоги Арине наперед. Она, я, кстати, неправильно сказала, она носит резиновые сапоги 21-го размера. Насчет обувы не помню. Ну, в общем, я специально взяла сапоги с собой и взяла ровно на размер больше. 22-го размера была только одна модель. В таком размере вот такие вот сапожки со скидкой прям выгодно вышло. А так они изначально стоили 2000 рублей. Вот, а я заплатила за них, ну, в два раза меньше, так точно. Прям не верится, что это на Аринину ногу. Но это реально просто на размер больше, чем у Аришки сейчас сапожки. То есть, ну, там где-то максимум на сантиметр, с учетом того, какая подошла. Вот, так что пока я их уберу. Просто я не знаю, в какой момент она перерастет в те сапоги, в которых она сейчас ходит. Но, по-любому, еще они нужны, потому что впереди целая весна, целое лето и целая осень. Поэтому сапоги на размер больше, но вкуснее. Дальше. Шурши. Самая интересная распаковка ЭВЕР. Это из аптеки. Я теперь заказываю через приложение ЕАптека, потому что в нем можно списывать бонусы, которые накопились в Сбер Мегамаркете. У меня там много бонусов, и я теперь бесплатно покупаю лекарства. Что я купила? Спиртовые салфетки, чтобы протирать кожу перед тем, как клейтейпы. Я продолжаю тейпировать диастаз и шрам от Кесарева, только нерегулярно. Ну, то есть, по идее, у меня все время должен быть заклеен живот, но в среднем он заклеен 3-4 дня в неделю, потому что я ленюсь. Потом взяла Зертек Алишеру, потому что у него снова начался поленос весной, он чешет глаза который день, у нас пылюга по городу, и вроде как уже что-то начало цвести, не знаю что, но, короче, он бедный прям. Особенно, когда вот на стройку съездят, там, где открытые пространства, потом вообще ходят с красными глазами. И я себе взяла витамины, которые мне помогли в беременность, потому что сейчас у меня какая-то невероятная сухость кожи. Вот я покупала маску для головы, потом я поняла, что у меня прям очень сухие стопы стали, прям катастрофически, что нетипично для меня. И тут я связала А и Б, что это сухая кожа. Я уж не говорю о том, что у меня руки всегда сухие. Короче, скорее всего, у меня опять немножко витаминоз, это не хватает витаминов А и Е, вероятнее всего. Поэтому я взяла витаминки для кормящих, для беременных и кормящих. Почему эти? Потому что... Так, потому что потому, у меня, конечно, телефонит на камере, подождите. Потому что в беременность, в середине срока беременности Алины у меня была такая история, что я внезапно начала чесаться. То есть у меня появился зуд по всему телу. Я, конечно, бегом к гинекологу, мы сдали анализы, там обычно печень проверяют и еще что-то. У меня все идеально. Гинеколог такая, ну я не знаю, сходите к аллергологу. А там запись к аллергологу через неделю примерно была. А у меня так все чесалось, или к дерматологу меня отправили, уж не помню, что я спать не могла. Я начала мазаться эмалентами, мне это не помогало. То есть просто вот у меня чесалось все, кроме ладоней и стоп. Я реально просто не могла заснуть. И я тогда пила просто витамины отдельные, не комплексные. Я решила, может, мне каких-то витаминов не хватает. Я начала пить витамины для беременных, комплексные. И у меня буквально за пару дней все прошло. То есть у меня реально был дефицит фигмы, чего я так и не узнала, потому что не успела сдать на отдельные витамины. И, к сожалению, не все витамины можно отследить по анализам. Есть такие, знаете, вот не плавающие. И просто это определяется по симптомам. Вот, поэтому я решила, что я сейчас пропью месяцок. Во всяком случае, лишним не будет. Я состав еще раз посмотрела. Здесь все хорошее. Все мне будет полезно. Вот, ну и реально, конечно, надо сдать сейчас по весне анализа. Если никак не дойду, посмотреть на дефициты. Поэтому вскрываем следующий пакетик. Такой красивенький, золотой. В первый раз такую красоту вижу. Это у меня доставка с озона. И там, вот, не открывается. То, почему я очень соскучилась и что реально работает, это финский витамин D. Это лучший витамин D из тех, что я когда-либо пила. Раньше я покупала всегда у челноков. Знакомая у нас была. Ну, то есть, кто катается в Финляндию, привозит оттуда финский товар. Поскольку у нас Питер рядом с Финляндией. Находят с пары часов ехать. Это было обычным делом. Съездить в магазин в Финляндию. Ничего такого. Сама тоже так ездила. Даже, по-моему, нет, не помню, есть ли у меня влоги об этом. Может и нету. Но были у нас такие трипы семейные. Когда мы просто с утра выезжали в Финку. Вечером возвращались с кучей покупок. Вот, вот это реально работает. Это я отслеживала по анализам. Он работает намного лучше аптечных. И мне надоело покупать в аптеках тут витамин D. Он фиговый. Вот это все, что там продают. Там есть ненормальный витамин D. Но это солгар. Но солгар 600 единиц. Это вообще ни о чем. Потому что мне надо хотя бы 2000. Но почему-то он плохо усваивается. И без него мне жизнь не мила. Что-то у меня не так работает в организме. После того, как я чуть не померла со своей кистой селезенки. Поэтому я тут вдруг подумала. А может есть другие способы найти витамин D? Финский. И оказывается, он продается на Азоне. Оригинальный, судя по всему. Не думаю, что это подделка. Сделана в ЕС. Он выглядит вообще нормально. Нет у меня оснований предполагать, что он может быть подделкой. Короче, попью, скажу. Потому что по анализам будет понятно какой-то витамин D. Вот. И последний пакетик. Вот такой это Яндекс.Маркет. Ни до что не догадаетесь, что я там купила. Сейчас будете с меня отнимать. Куда полетела? А ты куда полетел? Да блин, все упало. Я купила макароны. На Яндекс.Маркет. Потому что в один прекрасный вечер мне просветилась реклама о том, что распродажа макарон. Понимаете, распродажа макарон. И я решила взять, потому что тут необычные макароны, которых нету. По крайней мере, я не встречала в наших пятерочках, перекрестках. Я решила попробовать, потому что у меня дети макароны любят. Ну, и это вариант быстрого гарнира, когда некогда готовить. Я всегда стараюсь, чтобы у меня было что-то про запас. Потому что чаще всего я готовлю одно какое-то сложное блюдо на день. А второе уже это что-то на скорую руку. На ужин. Вот поэтому, короче, макароны у нас в ходу. И я стараюсь выбирать более полезные варианты для того, чтобы совесть моя была чиста. Так вот, я взяла вот такие шпинатные макароны. Я такой еще не пробовала. Потом я взяла макароны с натуральным томатом и шпинатом. Из твердых сортов пшеницы. Вот так выглядит. Вот я таких не видела. У нас, когда раньше продаются, я не увидела. И еще взяла с очень хорошей скидкой. Это уже чисто побаловаться. Супчик луковки для детей. Макаронки такие вот так выглядят. Почему взяла? Потому что стоимость была примерно в 5 раз ниже, чем в детском мире они продаются. Ну, детишек порадуют. Артема будет рада такое поесть. Изредка можно. Вот. Так что я затарилась макаронами. Почему бы и так. Вот такие у меня покупки. Остальное не покажу, как я уже сказала, для Одина. Теперь мне надо все это собрать. Потом собрать себя в кучу. И вместо того, чтобы лечь спать, пойти доделать документы. Мне надо сделать еще два договора и три акта. После этого я буду свободна. Надеюсь, я успею за полтора часа. Ну, так вот. День сегодня был классный. Мы решили никуда не ходить, как мы обычно в кафе ходим. Алишер вот приготовил плов. Артемею так понравилось, что он четыре раза просил добавки. Мы под конец уже боялись, что ребенка разорвел. Но нет, он все съел, почистил зубы и пошел спать довольный. Очень соскучился по плову от Алишер. Я тоже соскучилась, потому что это позволяет мне не готовить. Господи, какие страшные звуки. Это в арене открытое окно, и видео няня передает эти звуки с улицы. А, кстати, сегодня, неронично, конечно, при учете того, что у меня голова немножко... Она не болит, она тяжелая, знаете, будто я сильно не выспалась. Хотя это не так. Это со вчерашнего вечера длится. Завтра это будет либо мигрень, либо прекратится. Так вот, сегодня 100 дней без мигрени, без таблеток, ход мигрени. 100 дней я не бью таблетки. Это просто, это magic, это просто фантастика, потому что я об этом даже мечтать не могла. У меня болит голова с той же частотой, что и раньше, в среднем раз в 2-3 недели. Но она болит просто в 3 раза слабее, чем раньше. Если раньше это было 8-9 баллов более, то теперь это 24. Это можно терпеть, это можно снять чашкой кофе. И это просто... Я не знаю, какие слова благодарности еще сказать моему тренеру, которая мне помогла совершенно случайно, скажем так, это преодолеть, потому что мы не ожидали такого эффекта. Я шла с другим запросом, чтобы просто шея не болела. Вот. Но жизнь без таблеток, это клево. Я реально в этом году партестамол, свои несчастные пила, только когда болела гриппом. В начале года у меня болела голова из-за гриппа. Очень сильно болела. Я прям помню, как плохо было. У меня еще все сверкало в глазах. Я думала, я поеду в больницу с этим всем. Но я, слава богу, с этим справилась. Вот. Так что, надеюсь, через 100 дней, я вам скажу, прошло 200 дней без таблеток. И что я скажу, что вообще голова перестала болеть. Я стремлюсь к этому. Но сегодня у меня выходное занятие. По воскресеньям я не занимаюсь. Раз в неделю я не делаю свою зарядку. И меня это радует. Мне нравится заниматься, но иметь денег без занятий мне тоже очень нравится. Потому что это меня освобождает время. На другие интересные и не очень занятия. Такие, как делать документы. Ладно. Все. Заканчиваю болтать. Иду умываться, чистить зубы. Садиться на ноутбук. И дай бог, еще успею почитать книжку. Я сейчас две книжки одновременно читаю. Еще смотрю сериал и обучающий курс. Поэтому у меня в голове просто каша. Из всей этой информации я не знаю, за что хвататься. Потому что все это сделать хочется. А времени на это все мало. Все. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok